Бахчисарай А вот такую тележку готовят каждый день. Продукты тут, чтобы накормить только малую часть коллекции. Даем яблоки, добавили капустки. Нам вчера добрые люди привезли капустки. Это уткам, также даем комбикорм, зерно. Это даем нутриям, это дикобразам. Так что пока держимся и стараемся не поменять им рацион. Только на мясо для хищников каждую неделю тратят 200 тысяч рублей. Сохранить стараются и растения. Здесь много цветов и кустарников, которые требуют ежедневного ухода. Так что отпустить садовников на самоизоляцию нельзя, как и других сотрудников, которые помимо основных обязанностей ежедневно уделяют время общению с животными. Это кошачий медведь, обитатель Индии, Таиланда. Очень много времени они проводят с сотрудниками зоопарка. Это обязательно. А почему это важно? Это важно, потому что если мы не будем уделять должного внимания, животные не будут очень сильно любить туристов, людей. Медведи к людям относятся спокойно, а вот к бананам совсем неравнодушны. А эти пятнистые кошки совсем ручные, хоть и дикие. А вот это родители нашего карантина маленького. Они с удовольствием кушают молочко. Вот только питаться так звери еще будут недолго. Парк полноценно работает только три месяца в году. Остальное время готовится к встрече туристов, которая в этом году так и не состоялась. Денег настолько не хватает, что директор парка попросил помощи в социальных сетях. У нас еще не совсем предсмертное состояние, но мы чувствуем, что буквально на днях оно начнется. Поэтому я, так как директор этого заведения, все-таки у меня, во-первых, 3000 животных живет, но у меня еще и 100 сотрудников мне помогают. Получается, что... А еще у 100 сотрудников есть члены их семей. Еще по два человека у каждого. И получается, что за всех в ответственности один я. Минимальную зарплату сотрудникам пока не выдают из-за задолженности за аренду земли. Но все они ежедневно продолжают трудиться и очень надеются на помощь неравнодушных, чтобы сохранить свою уникальную атмосферу и, наконец, встретить первых гостей.